МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тут много сильных соперников, и я хочу занять довольно высокое место, и за него придется бороться. Республиканская спартакиада школьников. Продолжаем рассказывать о самом массовом молодежном форуме страны. Проанализируем, поговорим, побеседуем. Все может произойти в этой жизни. Футбольная белшина на пороге перемен. Об игре бобручан с гранитом и перестановках у руля клуба расскажет Илья Соболев. Любая ошибка, особенно в финальных гонках, касание между собой заканчивается катастрофой. То есть модель разбивается в дребезги. Серьезные аварии в гонках по наружку. Бобруск принимал второй этап чемпионата Беларуси по автомодельному спорту. Всем привет! В эфире «Спорте». В Могилевской области продолжается республиканская спартакиада школьников. И ей в эфире нашей передачи мы посвятим значительную часть эфира. Церемония открытия состоялась в Могилевском олимпийце. На яркое событие пригласили участников. Со спортивного помоста на зрительские трибуны отправились борцы, акробаты, шахматисты, пловцы. Все, кто утром того дня участвовал в соревнованиях. Болеем за нашу команду. Есть медали. Станта в копилку очки зачетные внес? Нет, завтра буду бороться. Как планируешь выступить? Конечно же, хочется золотую медаль. Ну, настрой боевой. Первые мгновения церемонии открытия. Вот команды выходят на манеж, а уже через 10 минут они наблюдают за происходящим с трибун. Слушают слова приветствия от организаторов. Они приложили очень много усилий, чтобы сделать праздник спорта. Лучшие арены, лучшие судьи, лучшие условия для подготовки. Желаю всем нам великолепных спортивных стартов. И пусть каждый из них будет запоминающийся не только для ребят, но и для их родителей. И в целом для всех педагогов и всех участников спартакиада. Спартакиада близится к своему завершению. Совсем скоро назовут имена победителей и призеров. Хозяева вновь претендуют на пьедестал. Как все завершится, расскажем в «Спорт-М». Ну, а пока идут соревнования, мы расскажем об одном из представленных на спартакиаде видов спорта фехтовании. Здесь примут участие ребята по всем видам оружия. По сабле, шпаге и рапире, мальчики и девочки. И будут определены победители и награждены, естественно, призами. Фехтование называют шахматами в движении. За доли секунды необходимо просчитать вероятные движения соперника и нанести укол первым. В туре в предварительном фехтует до пяти уколов либо ударов на протяжении не более трех минут. Потом дальше у нас тур прямого убывания. Это идет у нас на 15 уколов либо ударов. Три матча по три минуты. Тоже либо по истечении времени, либо по нанесению 15-го удара. Чтобы не получить травму, фехтовальщики одевают специальные жилеты, которые выдерживают выстрелы в упор с мелкокалиберной винтовки. Поэтому этот вид спорта, несмотря на кажущуюся опасность, на самом деле является нетравматичным. А еще не столь популярным. Хотя в нашей стране есть известные на весь мир фехтовальщики. Александр Романьков, Николай Олехин, Татьяна Петренко. Все они чемпионы Олимпийских игр. Им на смену растут новые звезды. У этой девушки и имя соответствующее – Виктория. К тому же она продолжает семейную династию. Мой дедушка очень искал в себе занятия, которые требуют как развитой логики, так и физической формы. И нашел фехтование, ну как-то так получилось. Ему нравился этот спорт, он даже чемпион республики. И после этого он даже не направлял своего сына, то есть моего отца, фехтование. Моему папе самому не понравилось. Вот. Ну, я сначала не хотела идти, честно признаюсь. Но потом я пришла на заболевание, меня перевели. И я поняла, что это действительно очень красивый спорт. И стоит дать ему шанс. И вот дала шанс, теперь я здесь. И пока ее спортивную карьеру можно назвать успешной. На Спартакеаде она заняла третье место. Пока что самая максимальная цель чемпиона Европы дальше будет думать. Через сколько лет можно достичь такой цели? Год, два. Через год, через два уже, да? Да. А тебе сейчас сколько? Сейчас мне 15. Ну а что же хозяева Спартакеады, спросите вы? На момент подготовки передачи к эфиру Могилевская область претендовала на третье командное место. Далее о футболе. Могилевский Днепр на неделе сыграл сразу два матча в чемпионате страны. Подробнее остановимся на домашнем с лидером белорусского первенства. И это не БТ. Солигорский шахтер. Команда Олега Кубарева играет на результат, а Днепр хорошо бегает в контратаке. При общей скучной картине 90 минут у обоих клубов многое получилось на поле. Претензии предъявить футболистам у меня не повернется язык, потому что и самоотдача, и попытка спасти матч, они были до конца. Пропустил Днепр однажды. Гол был забит после розыгрыша стандартного положения. До последней минуты встречи хозяева матча пытались отыграться, однако фланговая игра дивидендов не принесла. Во многом из-за разницы в индивидуальном мастерстве. Самый опасный момент у днепровцев случился на 65-й минуте встречи, чем вызвал редкие эмоции у зрителей, которых на Могилевском Спартаке собралось немало. 3200 человек наблюдали за игрой, большая часть которой проходила в камерной атмосфере. Дать эмоции мог судья, но рефери Никита Пыреев посадил спокойный матч на свистке. 33 нарушения. Вот это свистит, 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 свистит. Это, конечно, немножко не совсем, мне кажется, правильное для именно такого матча, когда очень много контакта, очень много единоборств. Минимальное поражение Днепра, ответить на которое могилевчане должны были в следующем матче. Но выездную встречу против Мозорской Слави наши футболисты провалили. Поражение 0-4. После 13 туров наша команда на 10-м месте с 15 очками. Продолжаем о футболе из лиги рангом ниже. В гости к Бобруйской белшине пожаловал Микошевичский гранит. В нынешнем сезоне команды долго раскачиваются и пока годятся лишь на роли преследователей-лидеров. Побежда! 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 Вперед, на шкур! Гранит терпеливо отбивался и ждал своего часа. Он наступил в конце первого тайма. Открыть счет в матче гостям помог игрок Белжины. По такому сценарию игра проходила и дальше. Красно-черные много атаковали, забивал Полицкий клуб. Ответить на это Белжина смогла только в конце встречи. Гол Андрея Ширякова с пенальти стал слабым утешением. Поражение Бобруйчан 1-2. По сравнению с началом чемпионата, то есть мы намного прибавили в контроле мяча. Вот, сами видите, что и моменты создаем. То есть у нас в начале сезона столько моментов мы не создавали, но зато все забивали. Вот, ну, не знаю, ну, есть к чему работать, работать еще раз работать. То есть по-другому мы никак не пробьемся, потому что задача стоит серьезной. Про футбол говорить нечего, он почти не получился. Да, желание, самоотдача, не было взаимопонимание. Поэтому, наверное, будут выходные сейчас у нас. Проанализируем, поговорим, побеседуем. Все может произойти в этой жизни. Что имел в виду Владимир Големак, осталось загадкой. До среды. Утром этого дня официальный сайт клуба сообщил. Главный тренер ушел в отпуск прямо в разгар сезона. Его обязанности будет исполнять Эдуард Городобоев. Футбол 9 на 9, где матч длится 50 минут, а игра проходит без офсайдов. В Могилеве стартовал второй городской турнир М-Лига. В нынешнем сезоне за награды сражаются 12 команд. Каждый четверг и пятницу игры проходят на стадионе «Юность». У нас участвуют те же люди, что в чемпионате города, но просто у нас свой формат. У нас немножко как индерфутбол, немножко поляна меньше, но пользуются популярностью. В следующем году, я думаю, может даже больше вырасти, может даже будут какие-то дивизионы. И в этом году очень серьезная борьба будет. То есть у нас уже в первых турах много результатов было. Во-первых, травмы пошли. Ну то есть турнир, уровень вырос намного по сравнению с тем годом. И команды сделали выводы и усилились. «Спорт-М» отправился на центральный матч очередного тура. «СКА» против «Энергетика». Армейцы уверенно стартовали в турнире и громко заявили о чемпионских комбинах. Начали довольно неплохо. Выиграли первую игру с «Магниту», но потом опять четыре игры выиграли. Идем на втором месте, а на одну очко отстаем. Я думаю, на первом должны завершать. Команда перспективная, все молодые. Самые старые, там, 26 лет, 18. Вот так вот. За место на пьедестале борется и «Энергетик». Именно эта команда прервала победную серию «СКА». Полосатые взяли верх 2-1 и обошли армейцев в турнирной таблице. В том году не выступал. В этом команда позвала. Очень сколько уже сразу, несколько матчей, очень по душе. По сегодняшнему матчу команда, да, у них сильная. Молодые бегут, очень все как бы открываются. Это зоны, там, зонально. Тактика. От защиты стали и ловили контратаки. Поэтому, я думаю, заслуженно победили. После шести туров в М-лиге лидируют в «Элибана». Следом эшелон соперников. На расстоянии в одну победу – топ-ас, химик, энергетик и СКА. Машинка на пульте управления – слабость любого мужчины. На первый взгляд детская забава, а на самом деле сложный технический вид спорта. Участник сам собирает модель и управляет ей на трассе. Чтобы познакомиться поближе с автомодельным спортом, отправляемся в Бобруйск. В выходные здесь прошел второй этап чемпионата Беларуси. В Бобруйске, да, очень хорошая трасса для он-роуд моделей. Хотя она, конечно, уже нуждается в обновлении. То есть, желательно, положить бы тут новый асфальт, она бы была просто шикарная. Поэтому он-роуд чемпионат проходит на двух трассах в городе Калинкачек и в городе Бобруйске. Большинство белорусских пилотов борются сегодня тут за призовые места. Компьютера интернета не было. Вот привели, ну и затянуло. Ну и по сейчас идем. Так выросли. Доступ финансов стал. Проще, чем у детенка, который нигде не работает. Были, конечно, спонсоры, было гораздо интереснее. Потому что не из дешевых вид спорта. Что не мешает юным участникам на равных гоняться с опытными профессионалами. В Бобруйске лучших определяли 20 автомоделистов со всей страны. Когда в этом сезоне у меня не очень дела, но в прошлом у меня было много первых, третьих места. Я думаю, что интересные конструкции, разные настройки, есть разные виды шасси. Еще зависит много колес. То есть, допустим, одно колесо другое, и все совсем не так будет. Очень интересный автомодельный спорт. Под каждую конкретную трассу с количеством поворотов и квалификации пилотов настраивается. Соответственно, модели двигаются. А вот Бобруйска, она насколько сложная, комфортная, удобная или неудобная? Она очень сложная тем, что огорожена по периметру бордюром. И любая ошибка, особенно в финальных гонках, касание между собой, заканчивается катастрофой. То есть, модель разбивается в дребезги. Но мы, слава богу, живы-здоровы. И в призерах. Вячеслав Дрозд – один из самых опытных участников турнира. На этой трассе вперед пропустил земляков из Минска и замкнул пьедестал почета. Представители столицы – триумфаторы Бобруйского этапа. В их активе пять призовых мест из шести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на сегодня все новости. Любите спорт, узнавайте о нем больше, занимайтесь спортом. Увидимся на телеканале Беларусь 4 Могилев. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok